Среди 2034 звезд относительно хорошо изученных, большинство 1054 относятся к красным карликам. 194 звезды похожи на Солнце, 109 являются белыми карликами. Остальные представляют собой звезды класса А, бело-желтые карлики 12 звезд, класса Б бело-голубые 2 звезды, класса Ф желто-белые 87 звезд, класса К оранжевые 102 звезды, а также 8 звезд относятся к темно-красным класса Л и Т. И, наконец, 12 звезд находятся на стадии гиганта. А вот радиосигналы, которые человеческая цивилизация начала испускать в космос около 100 лет назад, уже достигли 75 звезд из них, которые расположены в пределах сферы радиусом примерно 3 с лишним световых года. Известно, что 7 звезд из списка имеют экзопланеты, 4 из них находятся в пределах 100 световых лет от Земли. Рост 128 удален от Солнца на 3,3 световых года. Является 13 ближайшей к Солнечной системе звездой и второй поблизости системой с экзопланетой, сравнимой по массе с Землей. С этой планеты можно было наблюдать транзит Земли с 3057 до 900 лет назад. А вот звездная система Тигардена, 25 система, находится в пределах 4 световых года и содержит две землеподобные экзопланеты. Она войдет в транзитную зону Земли через 29 лет и продержится в ней 410 дней. Наконец, система Трапест-1, знаменита тем, что в нее входит сразу 7 экзопланет, войдет в зону транзита через 1642 года и будет находиться там 2371 год. Подсчетом, во всей выборке звезд существует 508 скалистых миров. С учетом области, до которой дошли радиоволны, 29 потенциально обитаемых миров могут обнаружить Землю методом транзита и ловить радиосигналы с нее. То есть они уже как минимум о чем-то догадываются. Результаты исследования показывают, что даже самых близких к Солнечной системе звезд можно наблюдать транзит Земли и классифицировать ее как обитаемый мир. Следовательно, верно и обратно, если рядом с Землей находятся населенные планеты, существуют длительные окна, в течение которых мы можем их наблюдать. Обитаемые планеты принимают наши радиосигналы и вполне могут знать, что мы здесь. И если это так, то похоже они намеренно игнорируют нас, а ведь мы такие милые, наверное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова